Всем привет, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит четвертьфинал мейджора в Рио-де-Жанейро против команды Фурия. Что мы думаем по этому поводу? Я сейчас немножко переживаю. Алексей, здравствуй. Здравствуйте, Антонина. Я хочу сказать, что я тоже переживаю. И с вашего предыдущего влога я узнал, что Неймар, когда отмечал Симпло, еще не знал, что сегодня Нави встретится с Фурией. Если вы не видели наш предыдущий влог, то обязательно посмотрите. У нас, в принципе, уже вышло много видео. Мы там и город показываем, и предыдущие матчи. И сегодня, надеюсь, не кульминация, но очень сложная встреча. Мы уже сидим в гостинице, ждем трансфер. Все вместе. У нас есть, как всегда, наша большая дружная толпа. Вот сидит Витя, а вон Илья пришел. Но он не заходит в кадр. В это время нас снимает Пушка, еще телевидение. Да, кстати, она снимает все это время BBC. Это BBC. BBC, BBC. Снимают фильм. Кстати, сейчас будет уже большая арена. Она вмещает в себя, если я не ошибаюсь, около 20 тысяч зрителей. Одна из самых больших арены. Поэтому, я думаю, атмосфера будет невероятная. Потому что я вам хочу сказать, что вся Бразилия живет киберспортом. Я видел ребят, которые идут со школы. У них рюкзачки Fortnite. У них рюкзачки Overwatch. У них пины CS. Они любят Dota. Они проводят время за компом. Поэтому, мне кажется, сегодня будет очень жарко. Многие вообще называют этот матч финалом. Да, да, да. За кулисами. Шепчутся и называют его финалом. Осмор. Спасибо за историческую сводку. Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, 15 ноября в NaVi Clan начинается community clash от FACEIT. На протяжении месяца 80 лучших кланов из Европы и Латинской Америки будут сражаться между собой за призы, а четверо лучших поедет на DreamHack в Валенсии. Победитель заберет миллион USDT, которые будут распределены между всеми участниками клана. Поэтому залетайте и покажите, на что способны участники Na'Vi-клана. Ссылка, как всегда, в описании. Мы уже приехали в Дженесса арену, и пока наши ребята разыгрывают, а точнее ожидают, пока закончится матч героев против Spirit, мы вам покажем небольшую прогулку, которую мы вчера совершили во второй половине дня по Рио на статую Христа Искупителя. Enjoy! Всем привет, друзья! Сейчас мы находимся в парке Дежука. Мы приехали сюда для того, чтобы посмотреть на ту самую статую Христа Искупителя. Здесь небольшая проблема, что в Бразилии погода самая несказуемая на планете, я не видела еще подобного. Мы ехали, было солнце, жара, днем купались, сейчас просто дождь, туман, и не видно ничего. Но мы все равно поднимемся, сейчас мы на промежуточном табе, куда нас привезло такси, и мы в замечательном сувенирном магазине. Я купилась в вот таком пути, потому что мне холодно и сильно поголодало. Тут много всяких приколдесов, которые можно привезти с собой из Бразилии. Я очень надеюсь, что мы поднимемся и хотя бы что-то увидим, потому что сам парк невероятный. Это фактически просто джумли, это тропики. Очень круто. У меня план увидеть Джизуса, увидеть Капивару, увидеть ее с высоты птичьего полета и сфоткаться. Вот такой вот у нас план. Буду вам показывать все. Поехали. Мы купили билетик за 55 реалов, нас посадит маршрутка, и мы поедем на вершину. Нас сфотографировали, попытаются продать фотографию за 150 реалов позже, но мы ее не купим, потому что Даня все снял. Молодец, сделаем скрин, будет фотка. Надо, погнали. Хорошо, кстати, что мы не одни такие отчаянные, если теперь тоже едут туда. Диалоги о животных. Саша, мы с тобой просто ведущие Орла и Решки. Раньше со мной был Леха. Леха, ну и без меня. Зато со мной ты. Да. Так вот, друзья. О нас, я говорил, Решка тоже ведущие меняются. Так здорово. Мы едем с тобой на гору, там туман, как ты думаешь? Каковы наши шансы увидеть хотя бы что-то? Нам дядя сказал, чтобы мы ничего не увидели. Шансы невелики. Дядя показал нам трансляции на YouTube, где не видно ничего. Я в таких ситуациях уже бывал, когда, не помню, с друзьями куда-то на Монблан, что ли, приехали, и нам говорят, ребятки, вы не туда вообще попали, ни в то время года. Сейчас вперед то же самое, но нас-то не остановило, правильно? Ну, мы сюда ехали больше часа. Нас уже ничего не остановит. Мы будем пешком отсюда спускаться и подниматься. Согласен, если вы в Бразилии, мы не будем. Надо идти до конца. Окей. Мы поднимаемся на лифте, мы действуем интуитивно. Не очень понятно, чего, куда. Написано, что, конечно, лифт для всех тех, кому тяжело передвигаться. Можно. Но это как раз про нас. Будем ехать в Бирксу. Снялись на такси, на автобусе, на лифте, на эскалаторе. И все ради того, чтобы не увидеть ничего. Мы сейчас находимся на 709-ом метре над уровнем моря. Мы приехали сюда для того, чтобы показать вам, посмотреть на одну из самых главных достопримечательностей в мире. Главные достопримечательности Рио. Возможно, всей Бразилии одним из неофициальных чудес света. И это статуя Христа, искупителя. Но пока мы сюда поднимались, как я сказала, поднялся туман. Поэтому сейчас мы просто можем наслаждаться тем, что находимся в облаках. Не знаю. Есть очертания. В этом есть некая прелесть. Некая есть. Но небольшая. Конечно, было бы прикольнее, если бы мы посмотрели отличный вид, который открывается на Рио-де-Жанейро. Мы встретили закат, как хотели, и все такое. Но мы пытались. Мы пытались, друзья. Надеюсь. Что-то... Ну, короче. Вот. Давайте вынесем пользу из этого. Смотрите. Приезжайте в Бразилию не осенью, а лучше летом там зимой. Наверное, зимой. Да, лучше зимой. А тщательно изучайте прогноз погоды. Если вы видите солнце и не видите облаков, вот вы в тот же момент едете сюда. Потому что, как только вы видите одно облачко и одну тучку на небе, это значит, что сюда ехать смысла нет. Все. Ладно. Тут еще можно встретить обезьян в джунглях. Я буду, наверное, отправляться на поиски обезьян, потому что, я не знаю, нужно какой-то профит вынести из этих 55 реалов. Ой. Ну, вид, конечно, вообще завораживающий. Ну, ты знал, что... Ты знал, что... Месота статуи 38 метров, а размах рук 28 метров. По ней не видно, к сожалению. Давай попробуем. Размах рук 28 метров. Вот мы размахнулись, это сколько метров? Ну, метров 5, может быть. А за мои руки? Вот представь. А это 28. Это еще так 5 раз и пол раза. Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. Невероятно. Лови, лови, лови его. Поймал. Поймал. Поймал, отвечаю. Опа. Смотри, поймал. Все. Поймал. Я тоже смотри. Мы попали. Мы попали. Мы нашли. Мы дождались. Сейчас рассушется. Рассусалась. Митя. Ближе. Ближе, Митя. Ближе. Спасала пасту третина. Она рассусалась. Спасала. Митя. Зелень. Да. Идем искать каких-то насадых животных. Не знаю, как они называются. Из животных я встретила только одного кота спящего. Не знаю. Грустно, конечно, чтобы мы потратили время на это. Но в любом случае какая-то ачивка поставлена. Возможно, у нас будет время еще вернуться сюда в нормальную погоду. Может быть, еще пройдемся по парку Ти Жука. Но в любом случае это очень красиво. И я очень хочу увидеть либо Капибару, либо что-нибудь, что угодно. В общем, ладно. Спасибо большое, друзья, что посмотрели этот влог. Надеюсь, вам нравятся наши вставки из города. Вот. Болейте дальше за Наде и увидимся. New Kenshin Mirage. New Kenshin Mirage. Нас привели в комнату для команд. И мы сидим прямо возле Пури. Пока что у нас никто не покушался. И все хорошо. Ну, это, блядь, ты закончишь его, да, тебе встретить будет? А, Мунавик? Ну, сейчас будет, да? Мунавик, мы сейчас очень любят играть на их бочек. Сейчас идет герой экспирит. И, судя по всему, геройки забирают вторую карту, да? Ну, не факт. Сейчас 13-10 сейчас. Ну, вполне возможно, что не выиграть. А смотрел вчера Cloud9 матч? Да. Ну, как? Посмотрим. Не полностью, да. Как думаешь? Стренировок такой момент. Как думаешь, почему проиграли? Обсуждали это? Почему проиграли? Мне кажется, два больше хотели выиграть, чем Cloud9. Да? Да. И, в целом, Cloud9, мне кажется, сыграли не в свою игру. Какая-то зажатая сунжба. Угу. Вот. А Мауза, наоборот, более раскрепощенно как-то играли, как в этом момент поглядят. Ну, Саша предсказывал, что, возможно, скорее всего, если мы выиграем, то, скорее всего, мы там встретимся в полуфинале с героем. А тебе бы с кем бы хотелось больше? Все-таки с командой из постсоветского региона, с разбириками или с героем? В третьем полуфинале, если, если мы выиграем сегодня. Мне кажется, что в таких стадиях не важно против кого-то играть. Это уже стадия, но идет высокая стадия, и тут уже не важно с кем-то играть. Главное – играть в свою руку и показывать красивый пресс. Расскажи зрителям атмосферу, которая сейчас царит. Мы сейчас находимся по Green Room, это, наверное, называется, да? Как тебе тут атмосфера? Вот у нас тут Фурия рядом всем, да? Да, ну, в принципе, нормально. Нормально? Сегодня у нас ситуация была. Я приехал кушать, а Фурия ехала, наоборот, вниз. Как так случилось, что я взял лифт, там весь с Афурии стоит. И ты один? А я один. Я такой думаю, ну ладно, поеду в следующем. Я встаю, и они такие, давай, давай, заходи. Вот я зашел, и в итоге весь поехал. Ты там ничего не подслушал? Нет. Ну, было записывать, а потом показать кому-то бразильцу, и чтобы он нам перевел. Ну, было неловко. Ну, неловко. Хорошо. А сегодня тебе опять стоит сразиться против нас. Ну, ты говорил уже много раз, мы говорили, что мы не боимся публики. Пока что, кстати, все складывается на правду. Никто на нас пока не накричал, не освистал, все в порядке. Ну, пока еще не было возможности. Пока еще не было возможности. Я думала, что-то нас будут встречать на входе, но не замечали. Да, не встречали. Слава Богу. Но все равно будем надеяться, что бразильская публика будет к нам. Как это? Идетесь. Будет пощадить, да? Будет нам благосклонно тут немножко. Идетесь. Ну, да. Ладно, Nuke, Ancient, Mirage. Наша карта. Что скажешь по этому ответу? Карта хорошая. Мы уже проходили Nuke Ancient. Да. Просто противология. Ancient? Мы играли с лискер. А Nuke играли с Black Musical. Иглз? Да, Беннис Иглз. Вы ожидали, что будет такой мигер или предсказывает что-то другое? Да, да. Ну, если честно... Ты отвлекаешь человека. Саша, ну, сейп. Если честно, я не особо ожидал, что они пикнут на Ancient, но, в принципе, это хороший пик и нормально. Хорошая карта. Невозможно работать в такой атмосфере. Вы хранитесь, Даня, посмотри на ней. Что ты льешь? Не, все нормально. Если честно. Ужасно. Ладно, настроение хорошее. Мы простим, мы простим, но обидимся. Все, хорошо. Готовимся к игре. Не обидимся. Да, да. Сейчас я веду вас дорогу, с которой мы только что шли на сцену из Гринрума. Собственно, на ту самую сцену. Давайте тут, в ту сетку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой вот вид открывается отсюда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Популярные ребята Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только что завершилась игра против Фурии Мы смотрели ее в нашем гринруме С Амираном в частности Слов, наверное, нет, а нужны ли они, в общем-то, в такой ситуации Анализировать все будем уже, наверное, после ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И это будет работа уже ребят на следующих тренировках Что скажешь ты? Дело проиграли Не выдержали давления Мы как-то иронизировали Мы были идеально готовы к турниру Угу Ошибки не сконцентрировались Не сконцентрировались Некоторых ребят Привели к такому результату Зал, конечно, нереальный Думаю, это может помочь бразилицам победить турнир Мы смотрели на нашу железобетонную подготовку, казалось бы На наш стиль игры, на наши заготовки На нашу хорошую форму Мы играли против команды, которая просто берет и бежит И которая очень агрессивно играет И этого все равно не хватит Ты думаешь, что основное это было моральное давление? Много факторов было Время подготовки И тут, и... В общем... Мы знаем, что делать дальше Это самое главное Ладно, ребята пришли, уже будем их встречать Бай-бай, символ, бай-бай! 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 С разных сторон У тебя 40 ков, венч 30 Вы идете в 2 м, просто 10 раз Они затихли резко, ковра, цель И у нас нет инфы Я пошел в подвал В этот момент цель не машет Ты на головах на салфе? Это? Не Или... Такая была была Тупенька Тупенька Короче, был момент, когда ты остался один Да, да, ты на головах еще ковры Помнишь? Вот Вот Я про тот раунд говорю Я именно про тот говорю То, что там была ситуация какая Типы ушли с А У нас есть эта инфа Мы 4 в 2 Мне Саня говорит Подожми подвал Я иду поджимать подвал Они не возвращаются Это вот это Я возвращаюсь на МИД И пока я иду в центре подвала У вас двоих нах** И Илья вас не разменивает И мы остаемся туда Ты пишешь, аккуратно МИД Я чекаю МИД Никого, врач, первый У меня МИД в этом Тяжело что-то добавить Мы все видели сами Кто-то может сказать, что Мы оправдываемся Или что-то еще Когда говорим о том, что Действительно было большое давление от публики Но это не важно Сегодня были лучшими Фурия Мы не проходим дальше Что ж, ждем новую главу Ждем выводов И надеюсь, ребята смогут разобраться И не будут слишком строги к себе Потому что мне никогда этого не хочется А мы спасибо большое, что поддерживали нас Подпишитесь на канал Напишите комментарии лучше, чтобы это были слова поддержки Чтобы ребята их увидели И увидимся с вами в новых блогах У нас впереди еще будут турниры в этом году Поэтому обязательно подпишитесь, чтобы оставаться в курсе дела Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok